Всем привет! Итак, в восьмом туре у меня был представитель Сибири Кирилл Отдельнов. Кирилл играет неплохо, периодически я в общем на страничке базар вокзала в ВК по-моему почитывал, как он сетовал на то, что Кирилл у него отнимал очки какие-то, но в партии со мной, ну как бы мы по дебюту опять же я ничего не угадал со своим тренером, но опять же вот эту линию мы смотрели при одной из подготовок и была ключевая задача забыть все, что было мне рассказано при подготовке к партии и вспомнить то, что мне рассказывалось при подготовке к другой партии. Я решил сыграть максимально просто, дал шаг и связал лошадь. Была партия на эту тему, крамник, сейчас секундочку мы эту партию вклеим, крамник Аранян, О, а мне говорили, что он его обыграл, а обыграл оказывается Карлсон. Дай-ка я обе партии к себе вклею. Была партия крамник Аранян, мы на нее ориентировались наверняка, и мой противник ориентировался на нее же, потому что, хотя я вспомнить ни черта не мог, но ладья ФЦ1 я поднял, я был уже уверен, что это я сам нахожу эти ходы. Ну и конечно я все перепутал. Крамник играл ферзь Б3, перевел коня на Ц5, получил чуть-чуть поприятней, разноцвет всегда в этих позициях в пользу белых, потому что черные неизбежно пропустят Б5, но партия завершилась в ничью. Я сыграл ферзь Д1, этот ход явно слабее, и после коней Ф5 ладья Б1, Ц6, также повел коня на Ц5. Но, во-первых, Аранян ставил ладью на А7, вот, а во-вторых, ну вот, а Кирилл поставил ладью на Б8, а во-вторых, Кириллу удалось разменять лошадку. Ну, вот эту позицию я оценивал как примерно равную, но белым уже удалось провести Б5. Это очень даже немало в карлоспалских пешечных структурах, то есть мы начали давить на пешки Б7 и Ц6. И очень важно здесь удержаться от взятия на Ц6. А вот со взятием на Д7, ну, у нас полный порядок. Так, сейчас чуточку я один момент подправлю. Вот, вот так. Со взятием на Д7 у нас полный порядок. Разноцвет в этих позициях тоже в пользу белых, потому что мы давим на Ц6, и давим на пешку Б7 тоже. То есть по линии Б, несмотря на то, что как бы пешка Б7 пока не висит, она все равно так или иначе нуждается в защите. Эта позиция у черных чуть-чуть хуже. По поводу вот этих разноцветов есть партия Овечкина Рычагов у меня на канале. Ну, посмотрите, по-моему, она в том же плейлисте будет. У меня должен быть плейлист Карлсбад. Вот. Ну, или Ферзевый Гамбит. И там эта партия тоже находится. Вот. То есть черным здесь не так просто заезжать свои пешки, а чернопольный слон у черных, он немножко бесполезный. Он не создает угроз белому королю. Если бы черные успели, конечно, аж 5, аж 4 пройти. И ни на что не способен напасть. Вообще ни на что. Здесь уже я взял БЦ, потому что взятие на С6 пешки невозможно из-за ладья бьет Б8. И после ладья бьет С6 выясняется, что пешку Д5 удержать крайне сложно. Ферзь С7. Черные планируют влезть ладьей на С2. Если мы отойдем, а в случае ладья бьет С6, взять БЦ. Поэтому отходим максимально надежно и забираем пешку. Позиция уже выигранная. То есть она не лучше, она именно выигранная. Слон Б3 давит на Ф7. Задача белых просто, ну, не позволить пешке Б отправиться дальше и активизировать свои пушки. В партии мне удалось с большой легкостью все это сделать, ну, потому что мой противник здесь, ну, тут, мне кажется, только гений защиты Вадим Звягинцев, наверное, мог бы удержать эту позицию. Но есть еще гении защиты, которые могут, да. Но Вадим спас такой Эншпиль в последнем туре против Дмитрия Лаврика, что вот с ним я не был бы уверен, что обыграю. Вот. Ладья ФД1. На Д4 пешка не висела, потому что на... Ну, я мог сразу пойти. Король Ж2. Ладья бьет Д4, хода нет, потому что Ферзь бьет Ф7. И у белых лишнее качество. И сейчас партия быстро закончится. То есть, вот. Ну, пока у нас мы приближаемся к контролю, и поэтому принято решение ничего не подставлять. H4. Очень полезный ход. Белым необходимо додвигать пешку до H5. Сколько я помню из ущебника Панченко, по-моему, да, партия. Кто-то с Иоселянией играл. Не помню кто. Вот. В общем, Андерсон, наверное, да. Пешка идет на H5, отнимая поле G6. И, как всегда, в разноцвете белые должны заатаковать короля. Вот Ферзь А5. Черные как раз подставились под активизацию одной из пушек. Здесь я заметил, что ладья бьет Д4, проигрывает ввиду Ферзь бьет Ф7. И ЕД. Ну и мой противник это тоже увидел. Ну и сейчас зафиксировали пешку с G7 на своем месте и начинаем вытаскивать ладью. Противник, как вы видите, помогает. Ферзь Е7, вместо ладьи на F5 удалось привести очень быстро. Ну и создаем вторую слабость на том же фланге. Одна слабость пешка F7, вторая пешка ЖСи. Слон D5, для чего слон вышел на D5, чтобы можно было отправить вторую ладью куда-нибудь в район поле А8. Здесь я уже начал считать, что вот, допустим, пришла ладья на А8, не могу ли я взять слон бьет F7. Вот. Ну пока спешить не надо на ладья А1, B3. Пока что G5. Пусть пешка G7 тоже себя чувствует не очень хорошо. Но здесь, наверное, любой ход ведет к огромнейшему перевесу белых. Ну, то есть, он и так решающий. Можно Ферзь F5 пойти, можно Ферзь G4. Я вернулся ладьей на F5 и напал на F7. Черные защитили все второе ладьё. Отправилась ладья на А8 у меня. Играть ладья C8 черные не могут. Приходится ходить Ферзь H4. Ну, и здесь момент, о котором я совсем не жалею. Все-таки у меня уже совсем старческие шахматы. я видел удар. Слон бьет F7. Но сыграл иначе. Я посчитал несколько ходов, потом смотрю, король куда-то выходит, можно считать дальше. А в поле моего зрения попал классный ход Ферзь G3. И черные просто сдаются, потому что сейчас ладья придет на 8-й ряд. Избавиться от как было в партии. Избавиться от захода ладьи на D8 можно только сдвоев свои пушки по линии D. Ну и все. Нет защиты от ладья E5, ладья E8, только на G6. Нужно было пойти не ладья E5. Я пошел правильно. Ладья E5 неудачно, потому что здесь в ближайшем будущем белым придется с четырьмя пешками за ладью играть. Не факт, что это выиграно. После ладья опять Кирилл сдался. Ну понятно, что намного симпатичнее закончилась бы партия, если бы Роман Юрьевич все-таки не поленился и досчитал вот эту комбинацию. Брать ладью нельзя там сразу ладья бьет E8, мемат. Ну и брать королем нельзя ферз E8, король E7. Я на этом закончил расчет вариантов. Я понимал, что в белых 200, ну, есть опасная атака, но решил вообще ничего не считать. А тут и не надо ничего считать, тут быстро ставится мат. Король D6, ферзь D5, король F6, можно ферзь A6, можно ферзь F3, ну, а на король D7, F8, F6, то есть ничего сложного не было, по идее мог и провести, но тут самый длинный вариант 54 хода партия заканчивалась, а так вот я сыграл ладья опять, 53 ход, закончил партию на один ход раньше. Ну, правда, есть подозрение, что если бы он играл здесь до мата, а там на 54 ходу мы ставим мат, то все-таки я был неправ. Вот. Ну, и эту партию удалось выиграть, вышел в плюс и был очень боевой настрой на последнюю партию. Тренер показал мне очень много, но про последнюю партию у нас разговор в следующем ролике. Все, всем спасибо за внимание, спасибо за поддержку, до свидания.